всем привет мои хорошие с вами светланы и сегодня мы будем тестировать новинки 14 каталогов верлик итак поехали на повестке дня у нас с вами палетки будем делать сейчас макияж и вот такие вот листы для очищения твердых поверхностей палетки девчонки уже попробовала вдоль и поберег и мнение определенное сложилось у меня две вот это вот большая у нее артикул 100 400 нет вру это набор какой-то другой 567 60 и маленькая на мой взгляд самая удачная такая носибельная палетка 5128 видите они у меня уже все 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 такие попробованные много раз уже делала с ним макияж и что хочу сказать вот если бы не вы я бы их не взяла почему не потому что они плохим потому что я в принципе сейчас не пользуюсь рассыпчатыми тенями я считаю это неудобно мне не нравится все равно с течением дня века съедает тени макияж не выглядит таким свежим каким был с утра а что чего точнее можно добиться с матовыми тенями жидкими матовыми тенями не только матовыми блестящими какой-то сделал макияж так они у тебя на глазах и сидят пока ты их не сможешь поэтому я полностью перешла на макияж матовыми жидкими тенями до которые ну не очень стойкие и не там равных поэтому вот честно если бы не вы я бы не взяла эти палетки они мне совершенно не нужны так давайте тестировать давайте буду вам показывать будем делать с вами макияж начнем с бромок предлагаю начать бромок потому что у нас с вами в большой палетки есть два оттенка для бровей очень странные конечно оттенки я бы коричневый сделала потемнее но сейчас посмотрим и предлагаю воспользоваться кисточкой которая здесь есть попробуем сначала самый светлый мне кажется он у меня не будет виден на бровях от слова совсем но мы попробуем тем не менее у меня татуаж но он уже блин и нет видно знаете видно слушать видно вам вот коричневая прям бровка очень хорошо видно их можно использовать и на глазки как бы здесь не суть важно куда вы тот или иной оттенок будете использовать хотите и для контуринга нет слушайте видно видите прям вот разница есть коричневая бровка здесь впереди мы ничего делать не будем так потом причесать и все так что вполне себе но тут темный оттенок давайте его просто сводь сделаю потому что он совсем какой-то не знаю такой как чтобы грязнить так бледненький но если набирать на бровь наносить я думаю будет ярким я боюсь его наносить если честно такой и не черный и не коричневый какой-то грязно-коричневый поэтому я самым светлым это смотрите как сразу какими яркими стали брови то есть для блондинок здесь но если только взять вот эти коричневые тени совсем капельку и прям растирать тушевать тушевать сказал блондинка да но у меня свои волосы черные глаза кариболотные поэтому мне еще темные брови можно так у кого светленькие но совсем будет ярко но будет брови накрасили как бы все отлично как слушать мне понравилось четенько так что теперь будем делать даже не знаю макияж чем вам показать вот потому что но оттенки все очень интересные оттенки все насильные я фотографии выкладывал уже в цене и в telegram как смотрится макияж я использую и одну и вторую палетку одновременно по настроению вообще что нравится так давайте сделаем подложку вот этим оттенком который слегка так розовит мне вообще идет когда оттенки розовят если я буду делать макияж только вот этой палеткой я становлюсь старше и знаете взгляд такой вот честно поэтому я давно отошла от коричневых оттенков на самом деле очень давно и естественно никаких затемнений уголка глаза там черным или темно-коричневым но это сразу плюс энное количество лет тоже вот этот оттенок самый светлый он и как самостоятельный очень очень крутой он очень здорово освежает взгляд то есть можно его и по верхнему и по нижнему веку и все сияшечки добавить и это будет повседневный макияж прям красота раз покажу реснички накрасил и все очень здорово как самостоятельный оттенок он очень очень неплохо но мы с вами пойдем дальше попробуем затемнить уголок глаза давайте не знаю какой вам оттенок больше интереснее вот из этих из всех нравится еще более менее вот этот потому что у него теплый подтон вот у него теплый подтон и он как-то в времени тени и те и те пылят они приблизительно одинаковые по насыщенности по консистенции по пигментации хорошо пигментированы все как бы отлично я не уголок буду затемнять я складку века вот таким вот образом если у вас нависший века то мы эту складку века делаем только при открытом глазе то есть глазик открыли и проводим ее выше вашей естественной складки века вот таким образом таким образом мы слегка регулируем наш нависший век тушуемся вот вот таким образом уже как бы яркий такой глазик все отлично да давайте попробуем уж раз на то мы здесь и собрались какой-нибудь еще чем на те на как затенить уголок глаза какой давайте вот этот из коричневых самый темный сияшка вот это мне не понравилось от слова совсем это знаете так два раза куда-то выйти обязательно влажным способом или на базу по тени чтобы она легла ровно обязательно с фиксатор макияжа чтобы вас кусками это все не повалилось потому что я уже в обзоре заказа показывала реально кусками ровно не положить этот оттенок не кистью ничем поэтому обязательно нужна хорошая подложка мой повод так накраситься тоже как бы нужен вот самый темный коричневый оттеночек тоже наносим выше нашей естественной складки века чтобы расширить подвижные века сделать менее нависающим сейчас мы это все дело с вами растушую на нижний века предлагаю потушевать положить вот этот оттенок он не очень нравится он тоже достаточно такой тепло-холодный сиреневым таким баттоном такой модный красивый оттенок не во всех палетках можно найти я предлагаю его аккуратненько положить на нижние века вот уже запылила себе и нос и все на свете потом будем убирать так готовы теперь какой-нибудь сияшку они в принципе очень похожи вот этот оттенок сияшки светлый который как хайлайтер можно использовать и вот этот светлый но давайте сделаем с вами вот это вот это мне не понравился это прям вот а рыжий такой золотой я такие не люблю мне такие не идут а вот этот это уже такое знаете розовое золото вот он симпатичный давайте возьмем пальчиком положим хайлайтер куда нам нужно аккуратненько под бровку не пальчиком удобно вот у меня для этих целей кисточка вот она уже в этом оттенке у меня сделаем с вами под бровкой и и в уголочек глаза он тоже такой знаете вот с розовинкой такой симпатичный оттеночек я люблю такой формат жидких тенях вот ей богу девчонки очень люблю такой формат именно в жидких тенях потому что потому что потом еще внутренний угол глаза можно высветлить вот этим оттенком он матовый вот у меня туда попали вот таким вот образом вот этот уголок глаза он с возрастом темнеет его вообще хорошо всегда высветлять так теперь рыжий оттенок точнее золото розовое набираю набирается хорошо передается цвет хорошо и кистью и пальчиком как бы никаких нареканий нет если вы любите рассыпчатые тени то как бы вообще у меня претензий к ним никакими я просто их не люблю и прокрашиваю подвижное веко заступая за естественно складку то есть визуально его расширяю вот эти но мне кончается вот здесь подвижное веко я его сделала на несколько миллиметров больше вот таким образом так и чуть-чуть вниз сейчас этого оттенка добавим прям чуть-чуть он им все зеркало закрываю стою так и крашу так осыпалось все опять на лицо тушую все дело чтобы у нас не было никаких пятен все как следует тушую но вот более-менее такой повседневный вариант получился симпатичный и блестяшка такая не чрезмерная новый светляющие подвижный век что делает его моложе слегка моложе так сейчас второй глазик вот все готово оба глаза готовы и что хотела вам сказать еще девчонки что-то я себе тут затемнила я сейчас попробовала вот эту золотую сияшечку нанести кистью вот такой вот таким аппликатором смотрите теперь как сияет так что если вы хотите максимального сияния то наносите либо пальцем либо вот такой вот кистью с аппликаторами давно таких кистей на самом деле использование не было но как бы не нужны они мне дали и рассыпчатым тенями сейчас не пользуюсь но вот ей получается как раз вот такое вот хорошее прям такое насыщенное сияние имеет место быть все опять подросту шивали убрали где заляпали так вот макияж красивый неплохой все люди вот это не люблю не люблю если честно давно так не крашусь уже очень-очень давно почему я вам объясню потому что для меня есть продукты удобнее продукты более стойкие с которыми не нужно танцевать высветлить немножко с бубнами так все наношу тушь тушь у меня как всегда если вопросы какие-то были недавно потушили на них даже не отвечают девчонки не обижайтесь потому что я сто раз об этом говорила и говорю что пока на моих ресницах вот это тушь она мне нравится больше всего у меня еще запасе пара флакончиков артикул не скажу на банке его нету на банке на тюбике солонг вот это солонг которая термо тушь которая смывается обычной теплой водичкой она мне нравится вообще по всем показателям именно ее я брала на море она великолепная все вот тушь в два слоя такая красота теперь помада у нас с вами вышел новый оттеночек губной помадки матовой красивой моей любимой 411 86 вы знаете пишут комментарии там у кого-то посмотрел видео у него смотрится как коралл у вас как розовое во первых зависит от передачи камеры того кто снимает и от передачи камерой от экрана от расширения от пикселей того кто смотрит поэтому добиться точного точной цветопередачи очень тяжело у меня она коралловая при искусственном освещении и на губах и на сводче а при естественном более розовая вот интересная да такая игра свет у меня татуаж на губы не ориентируйтесь пост на помаду уже подробный со сводчим при естественном искусственном освещении написал на день все там все выходит на цене на телеграм все гораздо раньше поэтому подписывайтесь ссылки под роликом вот сейчас она коралловая я ее по крайней мере сейчас так вижу с коралловым потом выходишь на естественное освещение на улицу она более розовая вот это мне не нравится мне очень нравится как она выглядит при искусственном освещении но все равно я наношу имеет место быть карандаши никакого не требует видите самостоятельно очень пигментированная можно даже подарить себе пару миллиметров с помощью этой помадки можно никто не заметит что я собственно сейчас и сделала так у меня тут шелушинка шелушинки изначально подчеркивает вот красивый цвет при искусственном освещении сейчас он безумно красивый безумно на улице он почему-то более розовый вот такие дела он кстати очень медленно сходит с губ оставляя на губах вот этот коралловый оттеночек что тоже мне безумно нравится он остается после оттенок такой после даже плотного там обеда и так далее перекуса он остается вот этот оттенок очень красивый на губах поэтому нравится здесь магнитный колпачок кто не знает вообще помадки фаверлит очень много достойных очень много классных вот так сводч на руке вам сейчас делаю на руке тоже как бы делать бессмысленно уж сами не руку будем красить то по итогу вот на руку сейчас смотрю вот он более розовый а на губах вот такой так что вот так моя хорошая рассказала вам объяснила значит по поводу тени решайте сами если пользуетесь тенями рассыпчатыми ради бога пожалуйста палетка вот это очень классно понравился кстати от темных для бровей буду пользоваться для себе поняла что буду пользоваться потому что меня татуаша на счет такой темно-серый графита вы и а он не jakieś не очень подходит потому что графит куда цвет волосы тогда ли цвет глаз нет поэтому буду пользоваться да вот эти тоже оттенков много пожалуйста выбирайте смотрите мне понравилось все отлично все замечательно но пользоваться буду крайне редко потому что не люблю всего-навсего дальше мы идем с вами тестить листы для очищения твердых поверхностей будем с вами их очищать если найду что-то грязное попробуем очистить но вообще я планирую я планирую использовать для полов наверное все таки и использовать для протирания поверхности то есть влажную уборку для того чтобы что-то очищать но не знаю насколько это удобно разводить вот такой концентрированный раствор нужно где-то опять же найти какую-то емкость просто я стою и думаю у меня грязного ничего нету плиту только вымыла и так далее давайте я отдельный ролик сниму в дзене по очищению именно загрязненных поверхностей хорошо загрязненных загрязню как следует за эти дни свою плиту и от сниму прям цен коротенький ролик будет ли справляться с такими загрязнениями или нет для освежающей уборки пол листа на 250 миллилитров воды вот так мы сейчас с вами будем делать и вымойте поверхности для удаления стойких и масляно-жировых увеличить дозировку еще дополнительно полиста то есть лист грубо говоря на 200 миллилитров это вот чтобы нам с вами очистить жир стены подоконники полы один лист ведро достаточно и три три с половиной литра воды при необходимости промойте поверхность чистой водой вот это вот я не понимаю вроде состав то такой неплохой его в обзоре заказа показывала очиститель для кухни отдельно 300 500 миллилитров кипяченой воды в пустую бутылку с распылителем ну один лист вот на 300 500 миллилитров мы будем с вами где-то на 300 пробовать тогда и закрутить и взболтать использовать как обычное средство для уборки да еще поищу своих пустых баночках с распылителем какую-нибудь штуку один листом разведем и попробуем сильные загрязнения пока хочу просто помыть поверхности посмотреть какой будет аромат и так далее пахнет хорошо мне кажется помещение будет освежать чашку свою для общественных нужд наливаю 200 миллилитров теплой воды даже налью приблизила 300 наверное смотрим до литра вода где-то 300 миллилитров я налила теплой воды берем с вами половинку салфетки покажу вам еще состав кто не помнит и хочет освежить свои знания берем половинку до салфетки мы с вами целая у нас для такой вот уже уборки вот половиночку чпоньк первый раз делаю на сцене как еще не пробовала вот она пока в такую тряпочку превращается и растворяется смотрите фокус такой как как крем что ли по тактильным ощущением превращается размешиваем ощущается что на руках что то есть вот размещали хочу сейчас понюхать теперь работ какого-то парфюма парфюмерная чисто вот парфюмерная душка но такая достаточно свежая до смачиваю свою любимую тряпочку кстати тоже фаберлик у них штук десять каждый день стирку кидаю на смену для уборки как раз на кухне смотрите пеница до пеница прям тряпка такая в пене пахнет приятно сейчас все протру расскажу жить я протерла все здорово и вот действительно но свежесть какая-то воздухе появляется протерла все твердой поверхности все отлично даже протерла раковину на у меня металлической и вот развода которые такие легкие каждодневные от воды а просто тряпочкой протерла до смочной здесь они прям убрались хорошо половина жидкости отлила то есть миллилитров 150 у нас здесь еще хочу положить целый лист я нашла у себя грязь девчонки на подоконнике вот такие пятна просто тряпка они не убираются они я не знаю чего здесь что-то липкое такое ощущение что мне девчонки что-то налепили и сюда сюда налипла с улицы развожу и вот сейчас мы вот этим раствором попробуем помыть хотя бы на таком пятне потестировать чашка у меня грязь не обращайте внимание я в него вообще в основном прошу волосы разложит от краски у меня такая для хозяйственных нужд карбонат в доме кончился так все развели и вот прям ну давайте ложкой пробуем налить на эти загрязнения да как еще тут какие-то разводы так тоже есть что-то такое налипает непонятная так ну что смысла оставлять не вижу давайте попробуем оттирать обычной тряпкой то есть не какой-то там с металлической поверхностью до укус ой оттирается слушайте девочки я не ожидала просто тряпкой даже но смоченный там с мылом и так далее они не убираются я как бы знаю свой подоконник тут деревья рядом кто-то такого мне часто происходит вот так вот эти вот разводы тоже отчета вот тут смотрите то есть просто мягкой тряпочкой без каких-либо силе он не понравилось я рада я не ожидала я думала не строится сейчас нас такими не строится что они реально тяжело оттираются так вот сейчас подоконничек за на промоем сюда перемещаемся фокус не пропадает тоже вот они прям липкие такие уголочек исправим окна конечно же открыто тут рядом деревья еще береза и вот это вот все пыль она налетает и подоконник приходится очень часто промывать на самом деле но теперь без труда смотрите какая красота я довольна я прям довольна заодно показываю вам макияж при естественном освещении вот видите она здесь более розовая да вот так вот она и выглядит в жизни на самом деле так ну что хочу сказать по теням все рассказала по пластинам я очень довольна но обязательно еще с каким-нибудь сложными загрязнениями ролик дзен коротенький сниму подоконник просто сияет чистоту я знаю прекрасно что он так бы просто не очистился поэтому действительно есть какой-то мощный вот этот грязи жирорастворимый компонент я на всякий случай его протерла потом тряпочку сполоснула тряпочкой чистой и все и красота белый белоснежный подоконник я рада мне понравился такой формат знаете это удобно удобно хранить развел и погнал все протирать но прелесть же прелесть или же конечно же лучше навести концентрированный раствор в распылитель не знаю какой у него правда тогда то срок годности будет но будем наблюдать смотреть то есть развести концентрированный прям хороший такой растворчик распылитель и пробовать пользоваться вот так с вами попробуем так ссылочка для регистрации фиберлик всегда под видео вот здесь где-то сбоку подсказочка тоже вылетает надеюсь вам было интересно и полезно всех любит слой всем пока